В Беларуси на военном аэродроме «Зябровка» у границы с Украиной увеличилось количество российской техники и войск. Такой вывод сделала белорусская служба «Радио Свобода», основываясь на спутниковых снимках. Так выглядел военный аэродром «Зябровка» 24 августа, а уже 16 октября на снимках видно, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи. Они используются для идентификации целей и наведения ракет. Также на снимках видно, что увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, увеличилось количество зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Местные жители также говорят, что на базе стало больше российских военных. Угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружений и военной техники Украине от стран-партнеров. На территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных и других подразделений войск ВСРФ на соответствующих аэродромах и объектах военной инфраструктуры, в том числе на тех, которые переданы под полный контроль вооруженным силам Российской Федерации. В то же время на территории Беларуси проводятся мероприятия для скрытой мобилизации. Вместе с переброской военнослужащих армии Российской Федерации в Беларуси завозят боеприпасы из арсенала в Дальнего Востока. По данным телеграм-канала Сообщества железнодорожников Беларуси, 26 сентября со станции Кноринг в Приморском крае были отправлены 10 вагонов с пометкой «Взрывчатые материалы». Эшелон прибыл на станцию Ильино в Нижегородской области. Там вагоны цепляют к воинским эшелонам и отправляют в Беларусь. Один из таких составов прибыл 17 октября в Полонку в Брестской области. Тем временем и в Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу. В первый день войска пополнили около тысячи человек. В ходе осеннего призыва призывные комиссии вызовут около 60 тысяч человек, а в армию собираются отправить около 10 тысяч. Присяга пройдет 19 ноября. Увольнение в запас военнослужащих, а служивших установленные сроки срочной военной службы, также пройдет в октябре-ноябре, сообщают в Министерстве обороны Беларуси. К нам в эфир подключается Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, доброе утро. Доброе утро. Появилась информация, накануне уже мы говорили об этом, что, судя по всему, во-первых, с Дальнего Востока стягиваются российские войска на территорию Беларуси. Очень похожа ситуация на то, что, возможно, в ближайшее время Лукашенко развернет какие-то уже военные действия. Можно ли действительно об этом говорить? Похожа ли ситуация сейчас в Беларуси на ту ситуацию, которую мы наблюдали незадолго до 24 февраля? Мы слышим о том, что армия Беларуси, например, может принять участие в войне против Украины фактически с 24 февраля регулярно. То, что в полном своим составом сухопутные войска будут переданы под контроль российских генералов, ну и, соответственно, будут применяться для осуществления оккупационных действий по территории Украины. Но непосредственно этого не произошло уже фактически на восьмой месяц полномасштабного вторжения. Такой передачи командования словно не произошло. То, что угроза, как таковая, она продолжает сохраняться, несмотря на то, что не более чем все заявления, враждебные заявления со стороны Лукашенко в адрес Украины о применении армии белорусской, они были не более чем словоблодием. Тем не менее, угроза сохраняется. Почему? Потому что, ну, во-первых, на территории Беларуси размещается российский контингент. Это тоже очень немаловажно. С территории Беларуси продолжаются обстрелы территории Украины. Особенно сейчас это происходит уже в формате использования иранских БПЛА «Шахет-136». И, в принципе, сам по себе Лукашенко до тех пор, пока он остается у власти в Беларуси, нельзя гарантировать какой-либо безопасности Украины. Потому что Лукашенко как бы не расценивали его отношения к передаче своих вооруженных сил под командование российских генералов. Тем не менее, он все-таки больше марионетка, чем какой-то там более-менее в каких-то вопросах независимый игрок. Это не так. Хотя меня смущает одно очень важное такое обстоятельство. На сегодняшний день мы можем наблюдать переброску именно на территорию Беларуси представителей так называемых частично мобилизованных подразделений. Это частично мобилизованные в большинстве своем, перебрасываемые не в формате полноценных батальонно-тактических групп, а маршевых батальонов. То есть они имеют серьезную недокомплектацию по технике. И не только по технике. Они даже, можно сказать, фактически недоформированные. А то, что сейчас в Беларусь фактически с Восточного военного округа России направляются некие эшелоны с боеприпасами, ну, скажем так, у Сурийска это почти 10 тысяч, даже больше, чем 10 тысяч километров логистических путей до Беларуси. В свою очередь, с территории Беларуси регулярно на территорию России вывозятся эшелоны с боеприпасами. Со складов 14.05, 13.98, 18.86, а также арсеналов хранения 25.43, 46. Ну, если честно, как-то это не совсем логично. Вывозить большое количество боеприпасов со складов Беларуси и при этом отправлять из России за тысячи километров эти боеприпасы в Беларусь. То есть, здесь скорее даже, я бы сказал так, на данном этапе можно говорить об имитации подготовки контингента. С другой стороны, если контингент действительно увеличится до угрожающего в Украине количества, это не менее, например, 40 тысяч личного состава, и будет подкреплен действительно техникой, а не будет только в формате маршевых батальонов, тогда можно говорить о том, что действительно готовится что-то очень и очень серьезное. Если мы говорим об имитации, какова ее цель, на ваш взгляд? Сковывание сил вооруженных сил Украины. То, чем они занимались на протяжении, фактически, после того, как российские подразделения бежали с Северного плацдарма, с Сумской, Черниговской, Киевской области, начался процесс именно сковывания вооруженных сил Украины на Северном плацдарме, чтобы этот ресурс не был использован на других направлениях. Например, при деоккупации Луганской области, при контрнаступлении на Херсонском направлении, Запорожском направлении. Это достаточно серьезный ресурс, который удается сдерживать российским оккупантам, фактически не затрачивая на это какой-то свой человеческо-технический ресурс. Спасибо большое. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».